День ночи, ребята, с вами Егор Линч. В общем, вернулись мы таки домой, с Японии. Я показал Джону записи с камеры, и он, знаете, знатно так офигел с того, что я видел. Да и полицейские наверняка тоже. Но всё обошлось, и хорошо. Я дома, с путешествиями я решил пока завязать, надо передохнуть. И так столько всего уже пережили. В общем, как-то так. А, и зачем же я камеру включил? Ну, дело в том, что я сейчас собираюсь пересобрать свой походный рюкзак, ну, который беру в приключения. Достал с подвала старенькое ружьё, учитывая ситуацию, в которую я попадаю, оно точно не помешает. Да и вообще хочу взять всё, чего мне обычно не хватает. Вот, например, в японском лесу мне не хватало еды, поэтому я возьму сухпайки, воды, ружьё, батареи, дополнительные камеры, фонарики. В общем, всё, чтобы я ни в чём не нуждался в своих приключениях. Потому что ситуации бывают разные, и лучше быть к ним готовым. Ну и вишенкой на торте будет моя зажигалка, которую, кстати, нужно заправить. Ну, а так, в принципе, рюкзак собран. Сейчас я заправлю зажигалку, наверное, разложу всё, а вы в комментариях напишите, что добавить ещё. Может, я что-то не учёл. Не знаю, кому будет интересно то, что я соберу в рюкзак, но я решил это заснять, поэтому строго не судите. Так, ну-ка посмотрим. Работает. Отлично. Ну что ж, давайте разберём его и посмотрим, что там внутри. А? Свет вырубился? Что? Лампочка, что ли, сгорела? Или... Погодите-ка. Чёрт, он вырубился во всём доме. Неужели генератор накрылся? Эх, когда я сюда переезжал, я ведь собирался подключать нормальное электричество, а то... Топливо генератор сжирает, я вам скажу так, немало. Скорее всего, оно и закончилось. Да, идти с зажигалкой, конечно, к топливу не лучшая идея. Но другого освещения с собой нет. Ладно? Да, не работает. Топлива нет. Так, где-то у меня вроде в бочках ещё было. Посмотрим. Здесь пусто. Здесь тоже. Что? У меня топлива нет, что ли? Канистры точно пустые. Проклятие. Я уже и забыл, когда последний раз пополнял запасы. И что мне теперь, сидеть без света, что ли? Сейчас только восемь вечера, у меня столько планов было. Проклятие. Нет уж, я не собираюсь сидеть без электричества. Поеду на заправку, она не так далеко. В машине вроде есть пару канистр. Залью, думаю, этого хватит. А потом уже пополню запасы бочек. Потому что у меня куча планов на вечер. Рюкзак собрать. Посидеть за компом. Может быть, выбрать какое-то новое дельце. Тут такая вот беда приключилась. Ну ничего, сейчас быстро смотаюсь и вернусь. Наверное, включусь уже, когда буду дома. Да. Так что, до связи, ребята. В общем, друзья, я на заправке. И что-то тут тоже темень стоит. Походу, электричество навернулось не только у меня. Благо, в машине был фонарь, да и зажигалка заправлена. Но, черт возьми, похоже, насосы не работают. И я, скорее всего, останусь без бензина. В любом случае, это надо выяснить и... Что за... Это вертолет, что ли? Не часто у нас тут вертолеты летают. Я бы даже сказал, что ни разу не слышал. Интересно, куда он летит? Не видно ни хрена. Да и черт с ним. Ладно. Это еще что? Что, мать его? Танк? Серьезно? У меня прям дежавю какой-то. Будто я уже был в подобной ситуации. Дело в том, что перед тем, как включить запись, я играл в World of Tanks и... Там гонял на похожем танке, а теперь он... В реальности. Блин, он так похож на игровой. Ребята из вот хорошенько потрудились над графикой. В общем, кто еще не знает, World of Tanks это отличная бесплатная игра, которая дважды упомянута в книге рекордов Гиннеса. По всему миру проводятся турниры, создается море контента. В World of Tanks скоро будет 10 лет, а интерес к ней только растет. Игра подходит для любого характера. Хочешь динамики, бери легкие танки. Если тебе больше подушит тактика, бери тяжи. А если хочешь поддерживать команды и танковать, то подойдет средний танк. В игре техника на любой вкус, потому что ее больше 600 единиц. Даже на слабеньком ноуте Джона игра летает, ведь оптимизация там на высшем уровне. Вот ты можешь оказаться где угодно. Поля, леса, болота, пустыни и города – это все есть на карте. А за сражения ты будешь получать награды и расходники, которые можно будет потратить на обмирать своего танка. Кстати, игра постоянно обновляется, добавляются всякие крутые ивенты и танки. Я сам начал не так давно играть, но чувствую, что проведу вот немало времени. Хочу сейчас на свой танк движок поставить, чтобы быстрее передвигаться по карте. В общем, World of Tanks однозначно стоит внимания каждого. И чтобы без труда влиться в игру, по моей ссылочке, которая будет под видео, абсолютно каждый новичок получит премиум аккаунт на неделю. Один из лучших танков второго уровня Т2ЛТ и 400 тысяч кредитов. А если вы не заходили в игру больше 30 дней, то вас ждет 7 дней премиума и 3 боевые задачи. Ну а если вы действующие командиры, то для вас приготовлены боевые задачи на Х5 опыта. Так что обязательно заходите, встретимся на полях сражений. Игра, конечно, крутая, но... Но какого танк делает здесь и вертолет? Что происходит? Может, учения какие-то? Ладно, пофиг. Надо раздобыть топливо. Черт, в магазине тоже темень. Надеюсь, хотя бы насосы работают, потому что без бензина остаться. Что? Какого дверь-то не открываются? Заперто, что ли? Ааа, они же автоматические. Без энергии не работают. Там есть вообще кто-нибудь? Не видать. Эй, есть кто? Мне нужен бензин, откройте! Эй, ау! Черт возьми, похоже, никого нет. Проклятие. И что, придется ехать домой, что ли? Или же... Или же мотнуться в город, но... Дорога туда неблизкая. Ну, не сидеть же мне без света. Придется ехать. Черт, ладно, мотнусь быстренько туда и обратно. Заодно, может, танк догоню. Посмотрю, куда он поехал. Да и узнать бы, что вообще происходит, где электричество. Хотя, может, это локальная проблема. Можно еще к Джону заскочить, кстати. Он, скорее всего, дома перед телеком сидит. Да. Заеду, возьму пиццы. Может, посмотрим какой-нибудь ужастик. Давно я их не смотрел. Одни ужастики только в жизни. Кстати, эта дорога довольно-таки оживленная. Сейчас почему-то нет ни одной машины. Может, танк всех распугал, не знаю. А, нет, есть, впереди едет. А, стоп, она... Черт, она стоит. Если бы я не заметил ее раньше, я мог бы влететь в нее. Кто же так машину ставит-то? Не аварийки, ничего. Идиот. Надо посмотреть, может, что-то... Случилось. Эй, придурок! Ты в курсе, что нужно аварийку включать, если ты обломался? Урод. Там есть вообще кто-нибудь? Ладно, посмотрим. Да уж. Это вообще-то опасно для жизни. Эй! Есть кто живой? В машине никого. Черт, что за дела? Не похоже, чтобы здесь была авария. Может, тачка сдохла, и он просто ушел? Но в таком случае надо было откатить ее хотя бы на обочину. Здесь же оживленная, мать его, дорога. Куча машин ездят. А если кто-то не заметит и влетит в машину, это же будут жертвы. Так нельзя. Черт возьми. Надо об этом сообщить. Так, постой-ка здесь. Наберу 911, а они пусть сами разбираются. Эй, а где сеть? Какого черта? Насколько я знаю, вышки-то работают автономно, им не нужно электричество. Ну, точнее... Какая разница? Сеть не работает. Это уже начинает настораживать. Что, мать его? Это еще что? Звук оттуда. Так... Эй! Кто здесь? Я вооружен! Лучше не шути со мной, приятель. Да ну нафиг. Не хватало еще напороться на дикую зверюгу. Ладно, ребят, сейчас я поставлю свой аварийный знак, чтобы никто не впилялся в эту тачку. И поеду в город. Не знаю, если будет что-то показать, включусь. А так... А так до связи. Из дома. В общем, ребята, в городе происходит какая-то дичь. Тут тоже нет электричества, и... Повсюду брошенные автомобили, повсюду аварии, но... Нет ни людей, ни полиции. И по дороге тоже не было никого. Я... Я не знаю, что происходит. И как-то... И как-то от этого всего мне не по себе. Сети нет, электричества нет. Людей тоже нет. Повсюду аварии. Ладно. Паркую здесь и... Осмотрюсь и не знаю. Нужно найти хотя бы кого-то. Полицию желательно. И выяснить, что здесь вообще происходит. Потому что это все похоже на какой-то... На какой-то кошмар. Ладно, тачку глушить не буду. От греха подальше. Если что, запрыгну и уеду. В машинах пусто. Никого. Как и в предыдущих. Тупо брошенные тачки. И знаете, что самое интересное? Смотрите на окна. Обычно, когда выключают свет, то люди зажигают там свечи, фонари. Ведь сейчас где-то 9 вечера. Спать рановато. Да и... И все спать не могут. А окна... Окна абсолютно темные. В каждом доме. Это шутка какая-то или как? Черт возьми. Я будто один в этом чертовом городе. И знаете еще, что я заметил? Вот послушайте. Слышите? Тишина. Полнейшая тишина. Никаких звуков, людей, машин. Даже... даже сверчков, мать его, не слышно. Какого черта? Не нравится мне все это. Здесь явно что-то не так. Это все неспроста. Тут где-то... Где-то должна быть станция метро, и там обычно дежурит полиция. Может, удастся... А, конечно. Полиции нет. И темень тоже стоит. И двери не работают. Метро всегда работает. И полиция всегда дежурит. Но не сейчас. Что-то произошло. Надо возвращаться к тачке. Ехать к Джону. И тогда... Это человек? Да, это человек. С фонарем. Ну, слава богу. Я не единственный в этом городе. Это хоть радует. Так, и куда он пошел? Это же не какой-то там серийный убийца, который перерезал весь город. Да что ты, мать его, несешь, Линч? Не обращайте внимания, ребята. Это уже мои загоны. Надо его догнать и расспросить, что здесь происходит. Может, все уехали на какой-то, я не знаю, митинг или... Или беспорядки. А, свет. О, эй, приятель. О, да. Ты знаешь, что здесь происходит? Где все люди? Что? Что ты говоришь? О чем-то? Я тебя... Да куда ты стой? Эй, погоди. Какого черта? Приятель, ты там как? Эй. Не отвечает. А до этого обормотал. Он, если честно, был похож на не особо вменяемого человека. Эй, дружище. Это кровь и фонарь. Это его фонарь. А где он сам? Какого черта? Это его кровь? Что, мать его, происходит? Его... Его что, убили или... Или что произошло? Где... Где он? Какого черта? Есть здесь кто-нибудь? Что, мать его, происходит? Что... Что происходит? Субтитры создавал DimaTorzok